Российские спасатели тем временем приступили к третьему этапу поисковой операции в районе крушения Робуса. Зона работ, напомню, расширена до 30 квадратных километров. Рельеф местности сложный. Многие обломки утопают в песке или лежат в глубоких расщельнах. В место падения выдвинулись ирландские специалисты из лизинговой компании, которая принадлежала разбившийся самолет. Их ждали для того, чтобы официально приступить к расшифровке бортовых самописцев. Между тем появляются все новые предположения относительно того, что же случилось на Синае. Илья Костин продолжит. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации пока крайне осторожно говорят о возможных версиях и причинах катастрофы. Не торопиться с выводами призывают и официальные египетские власти. Их представитель сообщил сегодня, что процесс расшифровки найденных бортовых самописцев займет от одной до четырех недель. В Министерстве гражданской авиации Египта подтвердили, оба обнаруженных черных ящика в хорошем состоянии. В одном из них содержится информация о состоянии систем лайнера, в другом – переговоры пилотов и происходящее в салоне самолета. Между тем, некий информированный источник в Каире заявил агентству «Интерфакс», что якобы из записи переговоров пилотов с диспетчерами следует, будто за четыре минуты до исчезновения самолета с экранов радаров ситуация на борту оставалась штатной. И ничто не указывало на какие-нибудь неполадки. А прямо перед тем, как локаторы перестали видеть аэробус, появились звуки, не характерные для полета в обычном режиме. По данным все того же неназванного источника, произошло нечто, ставшее для экипажа неожиданностью, и летчики не успели подать сигнал бедствия. Что это могло быть? Мнение авиационного эксперта. Это или какой-то террористический акт, произошедший на воздушном судне, или второе – это резкая разгерметизация воздушного судна. Шов мог буквально на один миллиметр разойтись, и этого вполне достаточно на этой скорости взлета 600-700 километров, а на эшелон он выходит и на 800 километров. Достаточно, чтобы поток воздуха туда попал, и образовалась щель, и произошла разгерметизация, и, так сказать, внутренний разрыв. В настоящее время эксперты обсуждают несколько версий. Основные – разрушение самолета в воздухе в результате теракта и из-за технических проблем лайнера. При этом специалисты, основываясь на изучении места падения лайнера, заявляют о том, что Airbus разрушился на большой высоте. Это подтверждают и данные с интернет-портала Flightradar, которые свидетельствуют о том, что на 24-й минуте полета Airbus резко потерял скорость и начал падать. Это редкость, когда самолет разваливается на части на так называемой крейсерской высоте. Большинство авиакатастроф случаются во время взлета и посадки. Аналитики считают также маловероятным, что самолет над Синаем могли сбить террористы с помощью переносных ПЗРК. Используя имеющееся у них оружие, они просто не достали бы до лайнера, если это все же было некое внешнее воздействие. Наиболее вероятной причиной крушения эксперты американского разведывательно-аналитического агентства Stratford называют подрыв на борту взрывного устройства, которое могло быть спрятано в багажном отсеке. Учитывая маловероятность альтернативных сценариев, кажется, что наиболее вероятным объяснением падения самолета является наличие взрывного устройства на борту. В том, что аэропорт Шарм-эль-Шейха недостаточно охраняется, наша съемочная группа убедилась накануне во время эксперимента. Охранники на въезде не задают лишних вопросов. Внутри только одна рамка металлоискателя. Досмотр документов и багажа, как говорят сами туристы, практически номинальный. На этом фоне сегодня появились сообщения, что прокуратура провинции Южный Синай в Египте допросила главу аэропорта Шарм-эль-Шейха, откуда 31 октября вылетел потерпевший катастрофу российский А321, а также руководителя диспетчерской службы и ряд других сотрудников аэропорта, сообщает египетский новостной портал Аль-Масри Аль-Йоум. По словам источников, знакомых с ходом расследования, среди обломков обнаружены некие элементы, не относящиеся к самолету. Что это за элементы, пока неизвестно. Они также направлены на экспертизу. Напомню, накануне агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Каире сообщало о том, что на тех частях Airbus, которые уже исследованы, следов взрывчатых веществ не обнаружено. Окончательно запутали всех сообщения из США. Там рассказали о наблюдениях американского спутника в день катастрофы. Как передают телеканалы CBS и NBC со ссылкой на источник в Пентагоне, спутник засек вспышку в последние минуты полета. Сейчас данные еще анализируются. Предстоит понять, что именно вызвало вспышку. Источник в Пентагоне уточнил, что данные не обязательно указывают на взрыв. В районе падения А321 наблюдалась военная активность. Также вспышка может быть зафиксированным моментом удара лайнера о землю. Илья Костин, Наталья Голубь, Дмитрий Синицын, Рушан Умяров, Первый канал. Илья Костин, Наталья Голубь.